Всем привет-привет, мои дорогие, любимые подписчики, гости канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Вы знаете, мне сейчас довольно тяжело делать расклады. Почему? Объясню. Вижу, появляются комментарии под видео по поводу ситуации на Украине. Так вот, Украина — это моя родина, и ситуация там касается меня напрямую, потому что в гуще этих событий находятся мои родители, мои родные. Не буду больше ничего говорить, мои дорогие. Просто хочу, чтобы вы знали это, что я нахожусь в теме, и я молюсь. Сегодня будем делать расклад на тему «Разговор с его душой». Использовать буду колоду Элен Дуган. И, как всегда, пожалуйста, задумайте вашего мужчину, визуализируйте его. И сейчас посмотрим, чем он там сейчас живет и какие у него мысли, планы, цели. Попытаемся его лучше понять. Именно для этого нам и нужны карты Таро. Для того, чтобы лучше понимать мотивы людей и суть ситуации. Которые, возможно, мы не можем по каким-то причинам видеть объективно. Итак, разговор с его душой. Мужчина может находиться сейчас в кризисном состоянии. Это аркан кризиса. Посмотрите на сухое дерево посреди ледяной... Заснеженная здесь даже не долина, а подножие гор. Есть препятствия, вокруг холодно, несколько пентаклей на этом дереве, уныло висят и всё. Вот такая картина. Скорее всего, он сейчас или находится в какой-то не очень благоприятной ситуации, или у него на душе вот так. Что-то не очень, девчонки. Или же финансовый кризис, или же душевный, духовный кризис. Вполне возможно, у кого-то может быть так, что это аркан, отображающий ваши отношения с этим человеком сейчас. Будем смотреть. Давайте посмотрим, как мужчина вообще себя проявляет в данный момент времени. Какой он? О, ну да, не зря такой вышел аркан на дне колоды. Он и в физическом состоянии, и в эмоциональном состоянии далеко не самым лучшим сейчас. Это может быть боль, как душевная, так и физическая. Могут быть переживания. Могут быть, вот знаете, как будто он был полон сил двигаться вперед, развиваться. Были какие-то цели, планы, и вдруг все остановилось, встало на стоп, и как будто преграды встали на пути. Вот мне сейчас показывают так этого мужчину, в неких вот таких обстоятельствах. И из-за этого у него, конечно, сейчас душевные переживания, и даже боль может быть. Он может ощущать вину перед кем-то. Поэтому аркану тоже так выходит очень часто. Так что такие вот энергии сегодня у мужчины. Давайте посмотрим, а что для него сейчас важно. Что его занимает больше всего сейчас. Ну вот действительно безвыходная ситуация. Посмотрите, девушка с закрытыми глазами, завязанными руками, окружена мечами. Как будто он находится в ситуации безвыходной. Ему так кажется, что выхода нет. На самом деле есть. И выход будет. И этот выход будет скоро. Он тут у нас и в девятке мечей, и в восьмерке мечей. По восьмерке мечей выход из сложной ситуации случается скоро. Просто сейчас может человеку казаться, что а куда идти, куда двигаться, где-то дверь, которую можно открыть, и выбраться из проблем, из лабиринтов своих страхов, своего сознания и подсознания, своих страхов, своего как раз чувства вины, угрызений совести или может быть обид на кого-то. В общем, ему кажется, что он сейчас в безвыходной ситуации, в безвыходном положении, но это не так. Подчеркну это, потому что аркан восьмерка мечей он такой. Может быть, он слеп сейчас к тем возможностям, которые ему предлагает сейчас жизнь и предложит в ближайшее время. Вполне возможно, что, может быть, это и с вами связано, если вы, допустим, с ним не можете развивать отношения, не можете встретиться, или вы находитесь с ним на паузе, в расставании. Так что это вполне возможно и вас касается. Но вообще здесь сам мужчина в каких-то скованных обстоятельствах, что его волнует, что его заботит, что для него основное сейчас. У кого-то вполне возможно мужчина, может быть, плохо себя чувствует, или какие-то обязательства его связывают, и он не может ничего с этим поделать, препятствия какие-то есть в жизни. В общем, здесь может быть очень много всевозможных вариантов, но вот так. А какое место сейчас вы в его жизни занимаете? Есть ли для вас место? Да, конечно, есть, да. Причём он хотел бы, ой, чтобы что-то изменилось в ваших отношениях. Смотрите, тройка жезлов, причём очень красивый аркан именно в этой колоде. Посмотрите, как цветут здесь жезлы. Он смотрит вперёд, он смотрит за горизонт, он думает о чём-то новом, об обновлении. Какое место вы занимаете в его жизни? Почётное, я бы так сказала. И, в общем-то, вы являетесь его надеждой, этого человека. Понимает он это сейчас или нет, судя по восьмёрке мечей, здесь он даже этого может и не осознавать сейчас. Но вообще вы в его сердце как надежда на лучшее будущее. Чувства к вам тогда, давайте посмотрим. Какие ты испытываешь чувства? Покажи-ка нам, пожалуйста, аркан маг. Но здесь очень яркие, яркие чувства. Здесь яркие энергии, здесь и сексуальная энергия, и очень сильное влечение интеллектуальное, духовное. Такое впечатление, как будто вы находитесь на одной волне с этим человеком, он вас чувствует. Но здесь мужчина сам по себе очень сильно энергетически. И он может на вас оказывать некое вот такое влияние, как будто околдовал вас своей энергетикой. Или же, может быть, вы здесь как бы, может быть, человек действительно харизматичный. Или же вы чувствуете некую такую энергетику, которая вас очень к нему тянет. Манки для вас человек. То же самое касается и его. У него к вам есть магическое притяжение. Какие чувства он испытывает? По аркану маг он хотел бы на вас оказывать влияние, хотел бы вас, возможно, даже где-то воле своей подчинить. Хотел бы у кого-то из вас манипулировать вами, может, в некие моменты вашей жизни, в разных ситуациях. Но то, что есть яркие чувства, это да. Еще давайте мага добавлю, еще к чувствам хотим же посмотреть. Но тут мужчина действительно хочет с вами перемен. И, скорее всего, эти перемены на ближайшее время, они могут произойти. В ближайших перспективах так и показывают нам карты Таро. Видит вас королева Пентакли. Очень вы важная женщина в его жизни. Причем он вас воспринимает сейчас, тут нельзя сказать приземленно, а как такую земную, теплую, родную. А у кого-то любимую, вполне возможно. Не могу здесь произнести такое слово, но вполне возможно и любимую. Давайте спрошу чувства все-таки еще. Да. Женщина, конечно же, очень нужная. Женщина, которой он испытывает страсть, испытывает очень яркие эмоции. Но женщина, с которой не все так просто. У очень многих из тех, кто смотрит сегодня расклад, здесь или расставание могло случиться. Посмотрите, восьмерочка кубков вышла. И она рядом с вами, эта восьмерка кубков. Или же расставание было, или сейчас вы находитесь с этим человеком в расставании. Или он чувствует, что у вас уже есть разочарование, усталость от этих отношений. И еще, знаете, здесь как идет, что, скорее всего, или уже вы начинаете с этим человеком новый какой-то этап в отношениях. Или же он в любой момент может случиться после того, как было затишье, или уход, или пауза, точка, для кого как это выглядело. Как будто идет оживление эмоциональное. То есть уходили вы в восьмерку кубков, но сейчас, скорее всего, с его стороны идет оживление. Здесь можно даже сказать, если этот человек, допустим, с вами в расставании сейчас, и вам кажется, что уже как бы все, да, то знаете, что у него, наоборот, сейчас возгорается новый стимул для того, чтобы в вашей жизни появиться. И как-то, возможно, даже с вами наладить отношения, продолжить отношения. Вот здесь так идет. Я не знаю, вы хотите этого, не хотите, но то, что показывают, то я вам и транслирую. Давайте посмотрим теперь, расскажи нам, что ты думаешь об этой женщине, что думаешь об этой женщине сейчас, какие мысли. Император, он больше думает сейчас о себе, о своих заботах, проблемах, о своей империи, которая у него, безусловно, есть. Может думать о глобальных вещах, очень таких серьезных. У императора он может думать, да, и о том, что что-то тяжело сейчас, что-то лежит на его плечах. Это посильный груз, я не скажу, что не посильный. Это десятка жезлов. Человек несет свой груз вперед, но ему тяжело. Много проблем, кстати. Поэтому мысли здесь больше все-таки сейчас не о вас, он занят чем-то своим, а о вас все-таки, когда мысли возникают. Какие? Семерка жезлов, ну, есть проблема. И не скажу, что прямо вау, что там он думает о вас исключительно. Светло, красиво, гармонично. Ну, в общем, знаете, здесь есть проблема. Может быть, между вами противодействие. Может быть, нам опять показывают какие-то преграды между вами. Смотрите, здесь борец, человек борется шестью жезлами. Но победа будет одержана, потому что, опять-таки, цветущие эти все жезлы, особенно его жезл. Так что, когда он думает о вас, мысли противоречивые почему-то, потому что, скорее всего, есть препятствия, есть сложности. Сложности эти могут касаться как обстоятельств вокруг вас, так и особенностей ваших характеров. Скажи-ка нам, дорогой наш мужчина, какие ты имеешь планы в отношении этой женщины? Что ты планируешь дальше? Здесь мужчина такой, который занят работой. Здесь не бездельник. Или же в поиске работы находится, или же он занят действительно работой некой. И она его увлекает. В чем-то он должен развиваться. То есть, он понимает, что нужно вкладываться сейчас в работу. Его больше заботят эти вещи. Но вы опять нам показывают его достижения, его какие-то дела, связанные, возможно, с карьерой, социальной реализацией, с чем-то с таким. Но вообще, какие намерения к вам? Здесь мужчина однозначно, абсолютно сейчас делает некий выбор. Он что-то решает по поводу вас. И, скорее всего, в его планах появиться в вашей жизни в амплуа короля кубков. То есть, появиться с какой-то приятной инициативой. Возможно, с хорошими словами. Может быть, просто с теплыми эмоциями. И он, скорее всего, даже обдумывает сейчас, как это сделать. Еще, еще намерение я хочу посмотреть. Да, это будет как бы немножко позже, нам показывает. Он не спешит с этим. Но в планах есть. Здесь какое-то обновление идет у вас, прям весь расклад. Как будто мужчина, несмотря на то, что сейчас находится в неких странных каких-то обстоятельствах. Уж смотрите, у каждого, конечно, здесь по-своему будет. Но у мужчины есть в планах проявиться в вашу сторону тепло, красиво, хорошо. Но почему-то не спешит, не спешит. Почему? Давайте спросим, почему не спешит. Ну, потому что не созрел еще просто на этот шаг. Но он его обязательно сделает. Здесь будет обновление. И еще один вышел, Аркан. Два даже Аркана. Начало. Как будто заново. Что-то заново. Новый сценарий он хочет. Здесь будет какое-то обновление. Так что вот так. На протяжении всего расклада мы видим информацию о том, что есть мысли о новом. Именно с вами что-то выскочило. Давайте посмотрим. Смотрите, как интересно. Правосудие и императрица. Очень многих из вас вполне возможно идет речь о вашем муже. Или о мужчине, на которого вы такие надежды возлагали. Или возлагаете стать его женой. Так вот, знаете, что он вас тоже видит на престоле, в троне императрицы. Он вас видит императрицей. И понимает, что вы реально по справедливости императрица. Не зря выскочил такой комментарий. Получается, он вас так видит. Нам продемонстрировали именно вас. Насколько вы важны для него. И насколько он вас видит такой вот женщиной. Здесь императрицу можно наделять самыми. Не можно, а так и есть. Мы наделяем всегда, тем более рядом с кармическим арканом справедливость, самыми лучшими, самыми прекрасными, ценными качествами, которыми обладает земная женщина. Так что, ну это просто как комментарий у нас выскочил. Также здесь вполне возможно, на него может влиять некая женщина. Если у вас мужчина женат, то здесь тогда показывают его крепкую связь с этой женщиной. Значит, тут не важно чувства или же просто их брак держит. Скорее здесь идет речь о том, что брак важен для него, девочки. И, конечно, здесь на него может оказывать влияние еще, к примеру, его мать. Женщина, с которой он связан некими узами. Или же это брак, или же это родство. Так, ну что, давайте смотреть, каких действий от него все-таки можно в ближайших перспективах ожидать. Совсем в ближайших перспективах мужчина вряд ли будет осуществлять какие-то активные шаги. Не зря я вам здесь сказала. О, тут еще один вышел аркан. Смотрите, я не увидела. Королева Жезлов. Две женщины у этого мужчины могут быть в жизни. Смотрите. Это выскочил, получается, комментарий для тех, у кого в жизни мужчины есть две женщины. И одна из них может быть жена или мать. Так часто бывает. И матери участвуют в треугольниках. Вторая женщина – это, скорее всего, вы. И нам могут показать такую ситуацию, что в жизни этого мужчины по справедливости как бы кармически присутствуют две женщины. То есть он здесь эту ситуацию даже обойти не мог. Смотрите, никаких действий мужчина в вашу сторону здесь проявлять в ближайшее время, скорее всего, не будет. Это аркан жадиное. Это аркан мужчины, который ничего не делает. Он держит свое добро и никуда не двигается. Так что позже, да. Но давайте позже какие действия можно от него ожидать. Король мечей. Тут он еще очень сильно обдумает, все взвесит, все за и против, и только потом примет решение. Можно будет от него ожидать действий, но это будет немножко позже. Мы смотрим, какие сроки. Сроков никаких не ставим, но расклад второй – это неделя, может быть, максимум две. Я никогда даже до месяца не довожу этот срок, потому что будущее формируется посредством хитросплетений причинно-следственных связей. И направление одно может измениться в любой момент. Вот сейчас идет к этому. Поэтому, ну вот, так. Но мужчина будет здесь, конечно, проявляться. Выскакивает тоже комментарий. Луна. Что-то переживает, какие-то страхи у него есть. Девчонки, у кого-то зависимости могут быть по Луне. Не зря же к нему прям прилетела здесь Луна. А еще здесь боязнь потерять женщину по этим арканам. Да. Перспективы видят ваших отношений. Перспективы видят ваших отношений. Да, конечно, видят. Понимают вашу крепкую эмоциональную связь. И здесь дети могут быть. Если дети, то большое значение имеют дети. И еще ваше прошлое. Вспоминает прошлое. Оно для него дорого. Так что перспективы видят. Он перспективы видят опять как бы возвращение в прошлое. Он хотел бы обновления, но и хотел бы, чтобы прошлое и приятный ваш опыт. Вашей любви, эмоций красивых. Чтобы он никуда не ушел. Чтобы он оставался с вами. Что скрывает, давайте спросим. Что ты скрываешь от этой женщины? Расскажи нам. Что ты скрываешь от этой женщины? Ревновать может. Может злиться. Может быть у кого-то, не дай бог, но может быть мужчина действительно участвует сейчас в боевых действиях. Смотрите, по этому аркану с мечом какой мужчина. Вообще, может быть, он сейчас находится с кем-то в конфликте. С кем-то выясняет отношения. Что-то такое происходит у него. Может скрывать именно ревность и конфликтные порывы в вашу сторону. Что-то может ему не нравиться, может злиться на вас. Или же разборки с кем-то. И это мужская компания. О мужчинах идет речь. Это он от вас скрывает. Давайте теперь спросим. А что ты хочешь от этой женщины? Чего ты ждешь от нее? Чего он ждет от вас? Давайте посмотрим. Чего он ждет от вас? Колесница. Много чего ждет. Ярких отношений ждет. Развитие отношений. Тут не просто обновление, продолжение. А он ждет от вас развития в отношениях с вами. Так что сегодня вот такой расклад. Здесь такое впечатление, как будто какой-то сонный или спящий. Мужчина или мужчина, с которым действительно сейчас есть проблемы. Он намерен на то, чтобы ваше отношение вот таким образом ускорить развитие ваших отношений. Он может ждать от вас первых шагов для того, чтобы как раз это ускорение и произошло. Может быть, он хочет, чтобы вы сделали первые шаги активные. Этого и может ожидать. А чего вообще ждет от дальнейших ваших отношений? Чего он ждет? Вот, смотрите, почему. А вы знаете, он на самом-то деле понимает, что он очень мало вкладывается. Он понимает, что его роль должна быть, его вклад, его роль гораздо более мощная должна быть. Его вклад в ваши отношения должен быть гораздо более мощной, чем та самая пятерка пентаклей, которую мы увидели на дне колоды. Он понимает, что вкладываться нужно в эти отношения больше. И здесь роль именно мужчины, чего он ждет. Скорее всего, он собирается, опять-таки, смотрите, свою пятерку пентаклей сменить на туз пентаклей. То есть у мужчины в планах не просто обновиться с вами, а еще и больше вложений. Здесь не только речь идет о финансах, хотя даже и финансовые могут быть вложения, а именно как бы обновление, оживление и больше вклада с его стороны. Потому что он понимает, что это зависит, как бы вообще результат дальнейший зависит в первую очередь от него. Ждет шагов от вас, но понимает, что нельзя вот так себя вести. Нельзя, нельзя. Здесь нужно вкладываться больше, да и вы заслуживаете этого больше. Такая энергетика сегодня интересная у расклада. Ну а теперь давайте спросим. Как мужчина считает сейчас, как ты считаешь, что эта женщина испытывает к тебе? Какие чувства отшельника? Ему кажется, вы отдалились. Может думать, что разлюбили. Если в расставании, он может думать, что ну все, вы уже отдалились, и возможно даже уже он вам и не нужен, к примеру, да. Или ушли в себя, стали холодны, перестали проявлять к нему эмоции яркие, к примеру, да. Он думает, что вы ушли в себя, в свою жизнь и отдалились от него. Соответственно, и чувства такие же у вас. Может, поэтому и злиться. А как он считает, можно ли исправить эту ситуацию? Ну, конечно. Он считает, что хитростью, возможно, манипуляциями, ну вот прям конкретно хитростью, можно исправить, в общем-то, все, и любое сердце завоевать, и любые раны залезать. Так что, да, он считает, что именно хитростью здесь что-то можно наладить. Исправить ваше отношение по отшельнику к нему. Он хотел бы, чтобы вы его опять любили, к примеру, или вышли из этого арка на отшельник. Он этого хочет? Конечно, да. Он хочет, чтобы вы превратились в такую полноресурсную, отдающую ему, дарющую ему этот ресурс свой, принцессу в Эдемском саду, красавицу. Конечно, конечно, да. Он хочет, чтобы вы превратились из отшельника опять в ресурсную принцессу Девятку Пентаклей. Вот так. Для чего вообще вы ему нужны? Для чего вы ему нужны? Тут такое впечатление, как будто вам боль причинят, девчонки. Ну, такой расклад вроде как хороший, всё хорошо, но... Вот смотрите. Такое впечатление, как будто он не раз это делал. Пять мечей, направленные в одну бабочку. Смотрите. Они, конечно, ей наносят удар, они причиняют ей боль. Так что... Для чего вы ему нужны? Ещё. Мне же не хочется так сказать, да, что только для того, чтобы причинять вам боль. Давайте посмотрим. Смерть, возрождение. Смотрите, здесь такое впечатление, как будто вы ему нужны для того, что... В его жизни вообще. Для чего вы ему нужны? Пройти с вами определённый опыт. Пройти через боль. У кого-то может быть здесь и предательство, кинжал в спину. Вот всё, что угодно может быть. По пятёрке мечей это сложный очень аркан. Затем пройти период по аркану смерть. Возможно, расставание. Или же, когда вы понимаете, что всё ушло, да, вы отказались от прошлого и возродились. Всё-таки вы возродились, потому что вот эти два аркана смерть и мир, а не о том, что... И дальнейший тоже, который у нас вышел. Вам нужно пройти с этим мужчиной круг трансформации, перерождения, возрождения. Вы как будто меняетесь, вы становитесь совсем другой, вы становитесь не просто мудрее, а вы вообще полностью перерождаетесь в этих отношениях. И вы, и он, пройдя боль, пройдя, скорее всего, расставание, пройдя, вполне возможно, у кого-то здесь вы действительно полностью закрываете эту страницу и дальше вас ожидает и его, и вас, счастье с другим партнёром, к примеру. А для части аудитории здесь идёт так, что с вами ему суждено здесь переродиться, трансформироваться, примириться и опять воссоединиться в одну семью. Так что будет два здесь направления, поскольку расклад общий, я скажу так. Интересно, да. Но давайте посмотрим совет вам сейчас, на что вам нужно обратить внимание. Мужчина-то это прекрасно, посмотрели. А теперь давайте посмотрим на вас, что вам говорят, на что вам нужно обратить внимание. Во-первых, на своё материальное благосостояние. Здесь вам нужно деньги не зажимать, нет, здесь вам нужно деньгами правильно распорядиться сейчас. Скорее всего, сейчас стоит некий важный финансовый вопрос перед вами. Как сохранить свои накопления, если они у вас есть, или как приумножить свои финансы. Тут у каждого своё. Но обратите внимание на это. И знайте, что когда вы даёте что-то миру, людям, то, соответственно, финансовое вознаграждение вам приходит в хорошем объёме и вас удовлетворяющее. То есть вам здесь говорят, дайте что-то другим, дайте вселенной. И за это, через это, именно через это действие, когда вы даёте кому-то что-то, да. Может быть, деньгами помогаете. Может быть, тёплым словом, каким-то хорошим добрым советом. Вы получаете вдвойне, втройне, в десятерне. В общем, во много-много-много раз больше. На это вам нужно обратить внимание. Чтобы ваша рука и ваша душа не переставали быть щедрыми. Влюблённые, но здесь есть чувства. Это вас показали с этим мужчиной. Если вы с ним расстались, больше не хотите с ним иметь никаких отношений, значит, была любовь. И была искренняя любовь. Если же любите, хотите быть с ним вместе, есть все шансы на восстановление отношений. Вот такой получился расклад. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели до конца. Ещё раз желаю всем счастья, любви, самое главное, мирного неба над головой. И, конечно, защиты и покровительства высших сил всем нам. Всех благ, мои дорогие. Пока-пока. До следующего расклада.